Всем привет и добро пожаловать на пятый выпуск Coco Brew. Это новостной подкаст для iOS-разработчиков, где мы рассказываем все интересные новости за неделю. Итак, это пятый выпуск о новости за неделю с 12 по 19 апреля 2021 года. И у нас четыре секции, как всегда. Первая — это индустрия, вторая — это комьюнити, третья — это свифт и четвертая — это девелопер. А с вами я, Никита Майданов, организатор CocoHeads. Со мной Илья Чекмарев и Елена Гордиенко. Приветики. Итак, переходим к индустрии. Первое и самое важное — это, конечно, анонс Apple ивента, который пройдет уже 20 апреля в 8 часов по Москве, как всегда. Обещают, судя по утечкам, новые iPad, AirTag. Да, да, на картинке там как будто pencil нарисованы. Может быть, миники обновленные. В общем, ждем. Очень хочется макбуки, если честно, на М2 или iMac. Если вы слушаете это в будущем и уже знаете, что показали, мы вам завидуем и передаем привет. Следующая новость. Telegram выпустили целых два веб-клиента для, собственно, Telegram. Они реализовали все функции, которые есть на нативном iOS-приложении. Ну, или почти все. И выглядит это так, что они готовятся к удалению стора нативных приложений. Ну, в общем-то, они готовы, как минимум. Вот. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться вся эта история с Apple, комиссиями, компаниями. Может, они что-то релизнут скоро. Может быть, да, будет какой-то релиз в Telegram, который они знают, что Apple будет недовольна. Ну, или просто разработчики не нужны. Вряд ли. Ты так говоришь? Дальше. Слух про то, что Apple работает на чем-то среднем между Apple TV и HomePod. Скорее даже iPad и HomePod. В общем, это HomePod с экраном. Интересно. Выглядит, как, судя по всему, та же идея, как у Amazon Echo Show. Это такой маленький экранчик с камерой и динамиком, где ты можешь не только голосом заказать товары из Amazon, но еще и натыкать на экранчик. Пальцем. Пальчиком, да. В общем, та же идея. Судя по всему, это будет такой хаб для уного дома, плюс колоночка HomePod, плюс функция iPad, там, медиа-контент. Интересно. Вот. Давайте дальше. Мессенджер-сигнал, который считается теперь самым защищенным, прям очень-очень защищенным, начали принимать и сделали оплату в приложении через коины, через свои коины. По системе транзакций очень похожие, как биткоины, как этерновы. Поэтому, возможно, тот же самый Telegram может быть движется в эту же сторону. Да. Интересно, как Apple к этому относится. В общем, посмотрим, как будут развиваться ситуации. Дальше перехожу к комьюнити. Мы этот выпуск пишем в Нижнем Новгороде, если вам интересно. Поехали на выходные. И если вы, ребята из регионов, и хотите выступить, во-первых, пишите мне в Telegram, вообще без проблем. Да, сейчас особенно онлайн, вообще выступить никаких проблем нет. А во-вторых, если вы хотите принять, как вы хотите у себя в регионе, у вас есть площадка, есть желание, то тоже, пожалуйста, пишите. Мы будем только рады съездить и пометапиться, да, где-то еще. И второе, что я хотел про комьюнити рассказать, это скорее просьба к вам, слушателям, если вам нравится такой формат новостной, если вы получаете удовольствие и пользу от наших подкастов, пожалуйста, поделитесь со своими коллегами, друзьями. Чем больше людей нас будут слушать, тем больше нам будет мотивации продолжать это делать. Чем больше заваривать людей будет какао. Тоже верно, да. Кокао брю по утрам. Вот. Переходим к Свифту. Да, к новостям о Свифте. И снова про Свифт.ua. Вы, наверное, не знали, но в Свифт.ua 54 протокола публичных. Ого. Вот. И недавно вышла статья, в которой описывается каждый из них, зачем он нужен. И краткий экскурс в Свифт.ua, если вдруг вам придется чем-то из этого столкнуться. Рекомендуем почитать статью, если вы хотите выиграть в следующей викторине Google Heads. Дальше продолжая тему Свифт.ua. Если вы хотите убрать стрелочку в ячейки, которая на ЮА-Ките делается очень просто, через Accessory Type, то прочитайте в статье, которая будет приложена в ссылках, как это сделать на Свифт.ua, немного сложнее, немного не так очевидно, как на ЮА-Ките. Хотите начать писать тесты, но не знаете, с чего начать? Рекламу. Да. На Ray Vonderlich вышла небольшая статья, которая вам поможет в этом разобраться. Очень круто написана, со всякими небольшими типами. Читайте и пишите тесты. Именно практическая статья. Классная статья, да. Да. Опять продолжая Свифт.ua, давайте вспомним, что есть такая вещь, как State Restoration, и Apple советует ей пользоваться. И давайте поглядим, как это делалось в ЮА-Ките. И давайте будем пользоваться ККС-разработчики. А также, опять-таки, поглядим, как это делает Свифт.ua, чтобы ваши пользователи были довольны, чтобы все данные сохранялись при возвращении приложения. Если ваш проект стоит разбить на локальные модули, то это возможно делать через SPM, и есть инструкция, как это можно реализовать. Да. И если вы уже разбили свой проект на модули через SPM, но не знаете, как теперь посчитать код-кабородж по всему проекту, то для вас есть вот эта статья, где парень написал свой лейн для Fastlane, который собирает каждый пакет Свифт Пэкш-менеджера и считает код-кабородж и объединяет все вместе. А для тех, кто все-таки уже пишет тесты и задолбался писать моки, вышла приложка Sorcery Pro, это стендалон IDE для работы с шаблонами в Sorcery. Отличная штука, хоть и платная, ребят, но она-то вас стоит. Это мощь, да, это прям мощь. Переходим к девелоперам, последней секции, Илья. Да, давайте я здесь расскажу о том, что Zoom, через который, наверное, пользуются все или пользуются в последний год, выпустили свои SDK для звонков и выпустили отдельный SDK для iOS, так что можете затянуть SDK Zoom в свое приложение и сделать звоночки. Да, 10 тысяч минут звонков в месяц бесплатно. Что может быть, кстати, очень полезно. Ого. Docker наконец-то завез официальную, уже вышла из беты поддержку процессоров M1, Apple Silicon, так что это еще одна весточка в то, что пора переходить на Apple Silicon. Да, еще один повод купить себе MacBook, наверное. Да. И последняя статья-новость, это статья про то, как продать свое приложение, как оценить, сколько твое приложение стоит, как его продать и вообще зачем это нужно. Если вдруг вы задумывались об этом, то вам может быть полезно. Всегда думаю о том. Что ж, на этом у нас все. Спасибо, кто нам слушал. В 6 минут все получилось. Идем на рекорд. Да, всем пока. Всем пока. Всем пока.